Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмири и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будет 2 шаурмы. Я решила сделать такой челлендж. В общем, если я смогу съесть 2 шаурмы, в следующее видео будет 3 шаурмы. Если смогу покушать и 3, то будет 4. Посмотрите, какую классную просто картошку приготовила моя мама. Это просто лучшая фри в моей жизни. У меня здесь сок. И, конечно же, сочнейшая, вкуснейшая, обалденнейшая шаурма. Я обожаю шаурму. Вот реально, вот если выбрать все блюда... Нет, хотя есть еще роллы и все такое. Ну, прям шаурма это вот one love. Вот обожаю реально. Давайте начнем вот с этого кусочка. Вот так вот выглядит начинка. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот покупная. Я вообще реально очень тупо сегодня поступила. Встала сегодня рано. Почти, по-моему, в восемь. Подумала быстренько утром, сниму-за-сниму такое видео. Встала и пошла за шаурму. И как вы думаете, я ее нашла? Нет, конечно. Везде было закрыто. Я совсем забыла, что все эти вот ресторанчики около нашего дома, они работают минимум с 11. А я пошла утром, совсем рано. Подумала, я уже вышла из дома. Пойду-ка я в Макдональдс, да? А потом, знаете, как-то прошла полпути. И такая думаю, нет, хочется шаурму. Ну, не хочется сейчас в Макдональдс. Иногда бывает, вот сидишь, резко как стрипсы захотелось. Прямо ты себя остановить не можешь, вот хочешь эти стрипсы. У меня вот такое вот положение было сегодня утром. Вот хотелось шаурму, и все. Немного ее пересолили, правда. Я забыла сказать, чтобы соли было меньше. Вчера был просто день сурка. Ничего полезного не проделано. Вчера был прямой эфир. В котором я сказала, что я совсем забыла сказать своему парню, что я выхожу в прямой эфир. То есть я должна была сначала ему сказать, а потом зайти в прямой эфир, потому что ему тоже было интересно посмотреть, понаблюдать, как я ем, какие вопросы мне задают. Я забыла об этом. И в прямом эфире я это сказала. То есть у меня как-то вырвалось. Я сказала, что совсем забыла своему парню сказать. Я ему обещала, что когда буду заходить в прямой эфир, я ему скажу. Свежевыжатый сок выглядит вот так вот. Обожаю. Здоровье! Правильное питание! ПП! В общем, и одна из моих подписчиц, оказывается, знала профиль моего парня, взяла ему и написала. Айка забыла тебе сказать, но она зашла в прямой эфир и так далее. И он такой в шоке, как она вычислила меня. Объяснительная просьба. Всем моим подписчицам. Если даже вы знаете профиль моего парня, пожалуйста, не пишите ему ничего. Дабы не портить наши отношения. Ой, господи. Шульма просто вкуснейшая. Просто космос. Просто кушать и взлетать. Маме говорю, давай на кулинарный канал снимем, говорю, шаурму. А у нас вот этой штуки нету, которая вот такие вот полоски делает. Я не знаю, как правильно называется. Гриль или что вот это вот. Мама говорит, как-то тупо без нее. Ну, у меня просто есть рецепт идеальной просто шаурмы, которая нравится мне. Она с чесночным соусом, с картошкой фри. И просто это нечто, реально. Мне просто неохота дома вот это заморачивать, все это готовить. Но когда делаешь сама, это бывает вообще нечто. У нас с подругой иногда такое бывает, Шелли. Мы просто устраиваем такую, знаете, ночевку. Я обычно остаюсь у нее, потому что у нее часто бывает такое, что никого не бывает дома. Как-нибудь обязательно, кстати, вам видео сниму. Хотя я снимала. Мы начинаем готовить что-то вкусненькое. Либо это шаурма, либо это пицца, или что-то вот наподобие. Сидим сначала, кушаем, потом болтаем, потом включаем какой-то фильм и засыпаем. И, блин, вот этот вот ритуал у нас, наверное, уже года три. Постоянно мы так делаем. Вот реально для меня это лучший отдых. Я когда иду к ней, у меня такое ощущение, что я отдохнула где-то на курорте. Прикольно, когда у тебя есть друзья, с которыми ты просто можешь прийти в ресторан, посидеть, молча поесть, даже ни о чем не поговорить. У тебя даже в мыслях не появляется, что вот мы сидим и ни о чем не разговариваем. Надо какую-то тему закинуть, а то как-то неудобно. То есть вот этой вот паузы, вот этой неудобной, у меня Шелли никогда не бывает. Кстати, обязательно оставлю ссылочку на Шелли, если хотите, подпишитесь на ее инстаграм. Первый пошел легко. Я смотрю российских, украинских блогеров, и у них вот такие вот шаурмы. У нас такие даже, если ты захочешь где-то найти, то есть стандартно, вот это вот у нас шаурма вот такая. Ну то есть это я поделила на две части, это стандарт. А у них даже, знаете, она не продолговатая, ну вы, наверное, видели, да, а просто вот такая вот толстая. Второй. Второй пошел. Ааааа. Аааа. вкуснейшая просто и так давайте немножко по отвечаю на вопросы которые вы мне задали моем инстаграме обязательно кстати подписывайтесь а первый вопрос какой фильм тебе нравится и расскажи немножко кратко о нем честно почему я хотела ответить именно на этот вопрос потому что недавно я смотрела фильм который называется малена наверное все его смотрели потому что фильм очень популярны я когда его посмотрела реально как там я посмотрела на мир другими глазами так скажем я всегда на стороне женщин если вы не смотрели фильм реально мне главную героиню немножко даже жалко она сталкивается с такими проблемами жизни вы знаете почему там мужчина допустит ошибку дам ему это прощают а женщина все ее обзывают последними словами у нас у женщин немножко не хватает вот этой женской солидарности реально этого не хватает иногда вот я смотрю передачи пусть говорят и так далее сидят в виде экспертов например молодые девушки да начинают осуждать девушек вот зачем я считаю что женщина должна поддерживать именно женщин и в этом фильме это все настолько показано если вы не смотрели вам настоятельно советую посмотреть потому что реально очень интересный фильм а тем временем выглядывает солнышко такая погода вообще супер такой погода найти самовар чай сидишь со своими близкими родными общаешься и просто дышишь свежим воздухом ты ты прям обожаю и рядом с тобой еще три-четыре шаурмы которые ты быстро хомяч ой и последние я просто уверен что я съем и следующее видео она наверное не прям следующее где-то через два дня будет видео где я буду кушать три шаурмы если я смогу съесть 3 я хочу перейти на 4 и посмотрим до скольки штук я смогу дойти ну давай это было не сложно вообще не сложно это просто кайф это просто кайф вкусняши просто мое любимое слово вкусняши вчера целый вечер еще смотрела по шазаме как люди отгадывают песни блин реально столько интересно я прям залипла вот если бы я участвовала в этом конкурсе я бы не отгадала ни одной песни потому что во первых я слушаю песню и никогда не задумываюсь о том кто это поет, как называется песня даже слова не запоминаю никогда не подпеваю потому что у меня всегда комплекс мне кажется что я не умею петь ну и какой смысл подпевать мне всегда стыдно честно даже в машине люди поют подпевают песню под песню мне реально стыдно подпевать потому что у меня такое ощущение что у меня получается это ужасно я просто чтобы не позориться молчу просто настолько сочная шаурма здесь и зелень и мясо прям космос обляпалась в конце в конце должна обляпаться я могу послушать и даже азербайджанскую песню хотя азербайджанские песни очень редко слушаю мне самое главное чтобы слова были какие-то со смыслом я не люблю песни в которых вообще непонятно что к чему да просто мелодия тыс-тыс-тыс-тыс-тыс вот такое не очень люблю какой-то клубняк вот всем нравится мне не очень вот раньше все слушали Crazy Frog и всем говорят вау какая песня мне никогда не нравилось ну это в детстве совсем нет ребят на самом деле это было очень просто ну это сейчас м-м-м эм-м Музыка Доедаем Ну просто, знаете Доедаем В этом вся я Я так сметаю картошку Вообще всегда Честно, я не могу сказать, что я прям Обожралась Вообще ни капли Я думаю, что 3 шаурми я тоже с легкостью съем И в ближайшие 3-4 дня Будет видео, как я ем 3 шаурмы Если смогу 3, то будет 4 Потом 5 Думаю, что больше 5 я не смогу Но посмотрим Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось Если это было так, то обязательно ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Всем желаю удачного дня, приятного аппетита Всем пока!